На десяти представленных стендах 10 самых типичных и популярных в молодежной среде правонарушений от кражи и хулиганства до вандализма. Все это передано через полотна известных художников с мировыми именами. Есть возможность поразмышлять, подумать вообще о том, как это изменяется, и что по сей день вот эти правонарушения, к сожалению, они, да, и преступления остаются актуальными, остаются проблемными зонами. И в жизни молодежи, мне кажется, тоже важно уделять этому внимание, обращать на это внимание, акцентировать внимание молодежи. Привлечь внимание через образы действительно удалось. Интересные примеры, кражи, преступления, все это как было раньше. Я считаю, это очень полезно, особенно с нашей специальностью. Эта информация, конечно же, пригодится нам не только в обучении, но и в работе. Дальше. Очень полезно, например, запрет на ношение определенной символики. Это нужно знать, чтобы на всякий случай не попасть в неудобное положение перед сотрудниками полиции. Начало работы выставки сопровождалось обсуждением на тему права. Получить юридическую консультацию здесь мог любой желающий. Я знаю, что можно в общественных местах снимать, но нельзя, насколько я знаю, снимать конкретных людей. Но нужно снимать сотрудников при исполнении. Вот такое вот неточное для меня понятие. У нас проведена дискуссионная площадка, в рамках которой рассмотрены вопросы правового просвещения и ряда изменений, скажем, новаций, изменения законодательства, в том числе в отношении правонарушений и преступлений, совершающих в том числе в молодежной среде. Программа по профилактике преступности в молодежной среде прошла при поддержке администрации города и дома молодежи. Выставка картины жизни передвижная. Она уже побывала в четырех колледжах Самары. Всего запланировано 10 выездов в учебные учреждения города. Гульфия Сафина, Сергей Баскин, События.